Субтитры подогнал «Симон» 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 Далее был крепенький работяга-крафтер. В хрониках Легаси они опасны тем, что могут снимать бафы и их просто невозможно застанить. Расклад в итоге довольно интересный, ведь станы это считаемое самое сильное оружие. Как мог я его кайтил и даже очень круто ребафал то, что он с меня снимал, в итоге это еще одна моя победа. Третий бой был против того самого союзника Стаса на СБ. СБ он также может красть очень жестко бафы, но кроме того обладает очень неприятным параличом и высоким уроном. Правда сопротивляемости станом практически нет, даже несмотря на то, что я лично бафал его за минуту до этого своей Ешкой. В итоге мы начинаем драться и я его максимально контролю, но к сожалению очень быстро кончается манна и остается только надеяться, что нанесенного урона хватит, чтобы победить. Еще несколько обменов ударами и это очередная победа. Далее деремся против своего же Тира. Димон конечно без шансов меня бы уработал, но так как у него есть слишком сильный конкурент, в бою он просто поддался и отдал мне еще немножко очков. Еще попался Дестер, но опасности он не представлял даже под лимитами, хотя по экипировке видно, что в принципе не то чтобы он сильно мне уступает. Между делом я еще нашел ребяток, которые фармят лоу РБ, чтобы закрывать коллекции. Делается это орками маленького уровня под минимальным саппортом. Мы прошли по всей карте и неплохо так позабирали дропы, которые можно неплохо реализовать. Вообще надо сказать, что я хоть и в воюющем клане, но от пвп как правило максимально гашусь, ведь система мести к сожалению работает в обе стороны и отомстив обидчику ты всегда подставляешь себя под удар. Я лучше помогу с контролем, но не буду вылезать в первые ряды, чтобы на меня потом не прыгали по ночам. Я думал такая тактика будет идеальной, но к сожалению время от времени в противостоящем клане Редрокет появляется какой-нибудь народный герой, стремящийся набрать побольше киллов на АФК персонажа. И после того, как меня чуть ли не один тот же парень на ИСХ убил несколько раз за день, я решил, что уже хватит такое терпеть и хорошо бы немного, ну хотя бы попробовать покусаться в ответ. Забегая наперед могу сказать, что далеко не все мои ганки были успешными в этот вечер. Очень часто я получал по шапке, но если совсем не отвечать на агрессию, то так и придется получать уведомления из Телеграма о том, что персонаж в очередной раз был убит каким-то другим персонажем, который как бы не то чтобы очень сильный. Понятное дело, что донат всех врагов тут сильно выше, чем мои 5000 рублей, вот. Посмотрите во всяком случае на эти бесконечные поглощения урона у засады, где мы пвпшились в той. Но я все равно набафался как следует и пошел их искать. Летал по локации мне несколько часов, конкретно того народного героя слил ровно 7 раз, выбив с его персонажа даже немного снаряжения. Еще случайно нашел некоторых других жертв, типа вот этого вот парня на легенде, но также и несколько раз получил, честно говоря, пизд. Как результат, я теперь во всяком случае относительно спокойно стою на том же споте, где раньше падал и пока что никто меня не трогает. Надеюсь, тот парнишка понял, что лучше на пустом месте никого не сливать и веселые объявки об убийствах не то чтобы ему сильно нужны. Далее я переточил талисманы из сада, но как обычно все переломалось. Также, пока идет ивент, можно за юбилейные монеты пособирать бесплатные камни жизни, пару из которых я тут же вкинул себе в снаряжение. Ближе к вечеру я еще походил на арену кланов и тут сразу несколько приятных новостей. Во-первых, мы пофармили халявные сундуки, за которые можно получить немного снаряжения и выставить на продажу. Во-вторых, взяли пятый уровень клана, что дает дополнительное усиление всем участникам. И в-третьих, от клан лидера за активность я получил код на монеты, который можно обналичить и использовать на покупку плащей в клановом магазине. Плащи эти как раз открываются с пятого уровня и, во-первых, ими можно закрывать приятные коллекции, а во-вторых, они являются отличным аналогом плаща Сайхи, если он у вас ниже пятого уровня заточки. Ведь кроме увеличения маны и здоровья дают еще немного защиты. Когда-нибудь я, конечно, и Сайху себе точну, но будет это, ну, не в ближайшем будущем, скажем так. Поэтому можно неплохо разогнаться именно на клановых. После этого участвуем в секретной лавке и тут я хотел бы немного поругать и новую и корейцев, ведь при условии, что в лавке можно участвовать сразу всеми персонажами в автоматическом режиме, люди с максимальным количеством окон получают сильно больше шансов что-то вытащить с акции. Если бы можно было тащить призы только одним персонажем, было бы куда как правильнее, но в итоге огромное количество купонов просто невозможно реализовать и остается удовольствоваться только тем, что они, во-первых, сами по себе аналог банок Сайхи и тем, что в любом случае, как бы там ни было, немножко халявной расходки все равно остается на основном персонаже. И вот, хотите верьте, хотите нет, но как только я поругал Нову, случился еще один их косяк. В субботу вечером игроков просто выкинуло и не было возможности нормально зайти. В принципе, как бы ничего страшного, но до Олимпа оставалось как бы не то чтобы сильно много, а у меня было отхожено только 8 из 10 минимально необходимых для геройства боев. То есть, условно говоря, даже если у тебя там проведено 9 боев и это 9 побед, то все равно станет героем тот, у кого 10 боев и 10 поражений, просто потому что такие условия и требования для того, чтобы, ну, условно говоря, пройти квалификацию на геройство. Слава богу, я как бы зашел под все это дело, было бы, ну, прям крайне обидно упустить геройство по такой глупой причине. С другой стороны, кстати, для геройства как бы еще и победы нужны, вот, поэтому давайте отправляться в бой. Первая мне попадается арбочка в Драконик Сете из Драконик Луком, вот, в целом выглядит как бы довольно угрожающе, ведь если вы помните, Леки меня мог убивать даже при меньшем бусте на своей арбе. Тем не менее, Драконик Сет не дает сопротивляемости станам, а значит у меня есть, ну, небольшое преимущество. В итоге я побеждаю по урону с довольно сильным отрывом. Финальный бой недели был против танка варов, и тут, по большему счету, все прошло по примерно такой же схеме. Просто станем, отбегаем, стреляем ему в лицо. Пробить его нереально, плюс в случае пары хиров подряд я могу упасть, но в итоге все хорошо, и я опять же выигрываю по урону, а в понедельник можно с другим хиро-братишкой отправляться за своим статусом. В целом это геройство, оно как бы особо ничего не дает, но лично мне просто немножко более тепло и приятно от того, что персонаж светится. В частности, отдельно крутая штука в том, что на этой неделе срок был аж на топ-6 месте среди всех олимперов двух серверов. На выходных, кстати, я еще постоял в той с моими орками, в принципе, тут даже реально набивать опыт, но, конечно, стоит правильно разобраться в том, чтобы были хорошие бафы. А пока что мне тут стоять сильно менее выгодно, чем просто в стене Аргаса в соло под бафом своих твинов. Далее давайте еще немного позанимаемся рынком. Эссенции на подвеску мне никто так и не продал, так что давайте максимально профитно сохраним Адену, просто скупив пару коробок. Забегая наперед, сейчас эти коробки стоят уже в полтора раза больше, так что решение было максимально удачно. Остаток Адена можно потратить на кач, ведь сейчас он идет x2 от базовой скорости. Спасибо большой пачке Натали Плей, которые качают довольно-таки дешево. Проблема только в том, что для максимального быстрого кача мне, конечно, очень нужна соответствующая расходка на опыт. Добывается она из боевого пропуска, так что будем выполнять побольше заданий, среди которых есть, кстати, и зачистка. На следующий день я отправляюсь в Кетру, чтобы попробовать набить хотя бы один ее уровень. Коробочка тем временем скупается и можно выставить на продажу бижу с клан Аредом. Такая же бьется, кстати, и в катакомбах. Раз уж мы на рынке, то давайте еще купим лишнюю точку на плащ Сайхи, ведь при наличии доступа к клановым плащикам именно Сайха нужна либо на плюс 7, либо не нужна вообще. В итоге Сайха, конечно же, ломается, но в принципе это хорошо, так как если бы она точнулась, допустим, до 6 и сломалась только после этого, то пришлось бы тратить больше адены на точки. Пока стоял в Кетре, мне подсказали в клане, что свитки благословления оружия можно кидать в рандом крафт, и так как благая пушка не даст практически ничего, то давайте этим и займемся. Первые попытки дали мне посмотреть на шестой браслет талисманов, но он, к сожалению, не выпал, и на этом пока что все. Тем временем заходит извинительный подарок, вот не то чтобы он крутой, но, конечно же, лишним не будет. На юбилейные монеты можно, кстати, брать предметы для коллекции, и они тоже отлично улетают в рандом крафт. Самое выгодное, как я понял, это болванка на Б-оружие. Стоит забрать, конечно же, такие вот болванки всеми персонажами по максимуму. Прокручиваем еще несколько крафтов, опять видим тот браслет, и он опять проходит мимо, но, ну, как бы, ну, это нормально, вот. Мы точно в любом случае его еще вытащим, ведь крафтов у нас теперь очень много, вот, осталось только где-то найти Адену на их реализацию. В понедельник с кланом отправляемся на эпиков, в принципе, не проблема нанести им урон, да, но иногда на таких ребятах вылезают щиты, и вот именно пробить щит, конечно, можно не уроном, а только большим количеством ударов. Для этого у нас теперь есть пачка тиров, которые подкачали на тех лоу РБ буквально за пару дней, и, в принципе, все у нас шло довольно спокойно. Я даже наловчился выбивать триггер контр-критикала на своих ДД через макрос. Макрос, как видите, довольно простой, с фирменным названием. Если вы немного не поняли, зачем я стреляю по своим, то вот вам описание бафа. Фишка в том, что при получении урона персонаж начинает бить значительно мощнее, и так как сам мой срок особо не может похвастаться уроном, то самое крутое, что я могу сделать, это просто расстреливать орков, заставляя их лупить РБ куда как активнее. В общем, все шло хорошо, но в какой-то момент, когда мы, как бы, дошли до очередного РБ, нас начал убивать персонаж под ником Целеста. Он участник именно того клана, который отжал у нас замок, и, в общем-то, я не удивлюсь, если доната в этом парне сильно больше, чем вообще во всем нашем клане. Так как многие мемберы были в полу-АФК, то уничтожить основные силы было совсем просто, и в итоге мы просто фейлим РБ, ведь те немногие, кто успел на него ворваться, очень быстро упали. Лично в меня супер много урона не проходило, но меня просто еще начал убить сам РБ, и упал я в том числе и поэтому. Мы, конечно, были удивлены таким поворотом событий, ведь этот клан, кроме как на осадах, не выступал вообще против нас, и теперь стало понятно, что точно будет война. Причем, в отличие от других наших варов, Determination очень сильные ребята. Если они скидывают основной буст на отдельного мембера, то такого персонажа практически невозможно убить даже силами целой пачки. В общем, постояли мы, подумали и решили, что раз уж на то пошло, то, конечно же, будем драться. Регруппнулись и отправились на АК. Минут 20 мы били спокойно, но потом Celesta пришел туда. Начал потихоньку убивать некоторых наших ребят, но так как клан уже был поактивнее, мы тоже начали его ронять, выбивая даже некоторый дроп, ведь, конечно же, он был ПК. Кстати, в этот момент аж сама игра нас похвалила за такой мув. Бесплатных ежедневных боксов мне на кота упала пачка L-монет. Те, кто играют в Легасе, не дадут соврать. Этих лутбоксов можно наоткрывать очень много, но именно L-монет оттуда выбить. Ну, это крайне редкий, в общем, случай. Вот, и обратите внимание, что это именно пачка из бесплатного ежедневного бокса, а я не купил ее там за 125 рублей. В отличие от обычной пачки с монетами, конкретно эту нельзя обменять. Далее мы еще раз несколько уронили Целесту, даже при том, что в следующий раз он приходил с активным саппортом в виде двух бишей, ФС и Овером. Королеву Муравьев мы, конечно же, зафармили. И, в принципе, вечер на этом закончился победой клана Кузбасса. Чуть позже, кстати, резнулся Зайкин, но так как мы были уже неполным составом, после пары отраженных нападений клан упал. Все же у нас довольно много обычных ребят, которые просто пошли спать, ведь завтра на работу. В целом, все это время весь этот прайм был очень интересным и во многом определил наши цели на ближайшее время. Теперь, во-первых, против нас в открытом столкновении воюет сильнейшая пачка игроков сервера, в котором суммарно больше доната, чем в нас всех. А во-вторых, старые вары это увидели и, как мне показалось, сильно убавили свою активность. Грубо говоря, мы заменили много своих привычных варов на одних, но куда как более сильных. После всех этих файтов, конечно же, нужно заняться той самой коробкой скота. В принципе, большинство игроков просто открыло бы вот эти вот лутбоксы по 100 монет и получило бы, скорее всего, вообще ничего ценного. Но я поступил чуть мудрее и взял коробки с печатьми Герана, ведь эти печати можно стопроцентно обменивать на относительно ценные награды, которые в сумме в итоге дали чуть больше стоимости такой коробки на рынке. Конечно, мне еще с дропом печати сильно повезло, однако, так или иначе, такой способ был самым рациональным, ведь коробка, ну, как я уже говорил, непередаваемая. Далее покупаем еще чуть порошков на усиление узоров, чтобы забрать награду за усиление скрытой силы и добиваем новые уровни защиты. Далее можно отправляться в Кетру и добивать нашу зачистку. Сама награда в итоге не важная, но мы получили еще немного очков и скоро заберем важные для прокачки штормы. Чтобы максимально круто в итоге реализовать эти штормы, мне нужно будет купить качфлуа, так что давайте бить адену и попутно затачивать плащ, переводя эл монеты с одной из коробок, которые мы недавно взяли с рынка. В следующие дни нужно было подушить варов вырезанием их твинков со спотов, и благодаря тому, что у меня есть твиночек СХ, это было совсем нетрудно. Их любимые локации это Остров Дьявола и начальные комнаты ГЦ. Там выбивается крайне много адена, при том, что мобы довольно-таки жидкие. Конечно, и сам СХ не то чтобы очень плотный, но некоторых эфкат винов я вполне могу забивать, а тех, что не могу, можно убивать с помощью группы, или, по крайней мере, выбивать им из-под носа саппорт, чтобы фарм замедлялся. Обычный зритель, конечно, может подумать, что я просто бегаю и вырезаю всех подряд, потому что никто не может гарантировать, что там нету работяг среди вот этих вот комнат. Но вы только посмотрите, кто туда максимально быстро прилетает, как только его твины начинают падать в грязь лицом. То есть какой-то вот СХ с красной пушкой из грейда, ребят. Я крайне осторожно отношусь к подобным зачисткам локаций, потому что всегда можно ненароком поубивать каких-то непонятных работяг, которые там просто квест на профу, допустим, делают. Но очевидно, что вот конкретно эти споты, они, в общем-то, со старта были забиты конкретными твинками конкретных людей. Ну и, как видите, эти конкретные люди вполне себе приходят туда, чтобы защищать своих твинов. Основой я, конечно, тоже пытался их убивать, но сами видите, насколько это может быть успешным действием с моим количеством урона при их количестве донатов. Вообще, можно было бы отчаяться, конечно, но рано или поздно к нам, как бы там ни было, все равно придут адекватные акции для того, чтобы реализовывать какой-то небольшой донат. А сейчас вары, в общем-то, вынуждены очень много скидывать денег в те лотбоксы, которые особо ничего не дают. Ну а конкретно я пока что удовольствуюсь бесплатными акциями. Например, вот этим вот девкам можно отдавать куски мяса в обмен на всякое полезное барахло. Далее у нас новая неделя Олимпа, и давайте быстро пройдемся по еще одной серии боев. Против сопартицы Дестра и вражеской арбы у меня, конечно, совсем не было шансов. Очень обидное поражение было также и от Вара Некра, который терпел весь бой, но потом очень неудачно меня напугал и смог добить. Но при этом против довольно-таки заряженного паладина я смог затащить, да, просто откатил его и максимально держал в контроле. Также удалось выиграть против Хавка. Вот, честно, до сих пор вообще никак не понимаю, почему такие ребятки упорно не хотят надевать МЖ с защитой от стана. Ну и, в общем-то, наш сегодняшний выпуск на этом будет заканчиваться. Огромное спасибо за то, что отмечаете в комментариях работу монтажера. Мы, правда, очень стараемся максимально качественно все делать. Обязательно делай аккаунт для игры по моей ссылке в описании. Она позволит бесплатно получить очень много всего, включая эпики. Также попрошу прожать лайк этой работе. И совсем скоро увидимся в следующих роликах. Пока.